У Гомельска в области на Дадзин и Момонт зафиксовано два выпадки захворывания на коронавирусную инфекцию COVID-19. Або два завозные. Подробности далее в сюжете. У списей инфицированных гомельчанин, который наведал Португалию, а также еще одна из Жихарка областного центра, который ездил в Францию. Были подозрения на наявность вируса у Жихарки Житковича и гомельчанки, которая вернулась в Беларусь за Англию. После проведения дополнительных исследований диагноз обе двух женщин не подтвердился. При этом медики отзначают, что при любых подозрениях действуют на опереджение. В случае подозрения на коронавирусную инфекцию, конечно же, человек в обязательном порядке госпитализируется. Проводятся необходимые мероприятия по первому уровню или по первой группе. Это те лица, которые непосредственно контактировали. И по второму уровню медицинского наблюдения это те лица, которые условно контактировали. Ну а мероприятия, которые в виде дезинфекции, они проводятся по первичному диагнозу. То есть мы не ждем, пока подтвердится диагноз лабораторно, мы начинаем отрабатывать. То есть не происходит опять же так, что лабораторно подтверждено, потом мы работаем, потому что это уже может быть поздно и мы будем подвергать риску инфицирования большее количество населения. За ситуацией сочет на всех узровнях. На профилактические мероприемства, а так само на укомплектование лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии, додатковым обсталяваниям с областного бюджета выделены сродки. Для проведения профилактических мероприятий областным исполнительным комитетом, Главным управлением здравоохранения дополнительно выделяются финансовые средства для закупки средств индивидуально защитным медицинским работникам и необходимого оборудования для того, чтобы наша лаборатория, которая областного центра гигиены и эпидемиологии проводит исследования на COVID-19, могла не только быстро, но и в большем объеме проводить исследования. Но пока такой необходимости нет, но мы всегда должны быть готовы. На даденный момент тест на вирус сдали больше за 400 же хоров в области. Медикам поступила первая парта белорусских тестовых систем. На початку красавика их поставки станут регулярными. А кроме того, чекают заявления в медустановах и экспресс-тестов. Кроме данных тест-систем, которые мы проводим методом полимеразной цепной реакции, еще планируется постановка экспресс-тестов. То есть, я думаю, что в ближайшее время в учреждении здравоохранения такие тесты появятся, которые уже предварительно и быстро будут показывать наличие или отсутствие данного вируса. Максим Савин, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель».